Совсем скоро, два месяца, как Александр Сырский сменил Валерия Залужного на посту главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. И за это время действия украинских войск, которые отражают российское вторжение, заметно изменились. Все чаще мы слышим новости о боевых действиях в российских регионах и ударах по нефтеперерабатывающим заводам в глубине России. Похоже, ВСУ планомерно переходят к новой стратегии. Почему они это делают? О какой стратегии вообще идет речь и поможет ли она Украине? Сейчас расскажем. Пожалуйста, поставьте лайк под этим видео и подпишитесь на зеркало, если для вас это безопасно. Нам это поможет делать больше интересных и важных сюжетов. К осени прошлого года фронт российско-украинской войны застыл в позиционном тупике. У армии достаточно ресурсов, чтобы создать прочную оборону, но нет сил, чтобы прорвать оборону противника и перейти в быстрое наступление. Мы наблюдали это в прошлом году. Ни летнее украинское контрнаступление, ни зимние российские удары линию фронта существенно не изменили. Россия, судя по всему, выбрала для решения проблемы стратегию войны на истощение, продолжая испытывать украинскую оборону на прочность с помощью самоубийственных мясных штурмов. Но Украина не может позволить себе воевать по подобному сценарию. В стране значительно меньше населения, она просто не в состоянии разменивать в штурмах по 3-5 солдатских жизней на одну. Поэтому военное руководство Украины вынуждено искать другие способы выхода из позиционного тупика. И вовсе не обязательно, что смена заложного на Сырского связана с новой стратегией. Бывший глава ВСУ за несколько месяцев до отставки говорил, что Украина не сможет выиграть войну оружием прошлого поколения и устаревшими методами. А за неделю до того, как руководить армией назначили Сырского, заложный в интервью CNN говорил, что приоритетная задача – овладеть арсеналом относительно дешевых, современных и эффективных беспилотных вооружений и других новейших технологических систем. Это позволило бы снизить уровень потерь, использовать минимум дефицитной бронетехники, наносить удары по целям в море без своих боевых кораблей, а по объектам критической инфраструктуры в российском тылу – без использования дорогостоящих ракет. Перестройка ВСУ под новую стратегию началась еще при заложном. На рубеже 2023 и 2024 годов в Украине появился новый род войск – силы беспилотных систем. Судя по тому, как развиваются события на фронте, можно наблюдать, что Украина полностью переходит к стратегической обороне на фронте, отказываясь от масштабных наступательных действий, которые не приводят к крупным успехам, но расходуют ресурсы. Также военные сосредотачиваются на диверсиях внутри России, в первую очередь на ударах по объектам критически важного нефтехимического комплекса, ну и плюс рейды на российскую территорию со второстепенных направлений силами российских добровольцев. Это все позволяет охарактеризовать активность Украины как стратегию непрямых действий. Многие ее принципы можно найти еще в древнекитайском военном трактате «36 стратагем». Суть такой стратегии – в избегании лобовых атак и крупных сражений, а вместо них, чтобы победить, нужно наносить удары там, где противник к ним не готов. Вот несколько ярких примеров. Хорошая иллюстрация стратагемы номер 2 – действия добровольческих российских формирований, которые на стороне ВСУ совершают рейды на территорию Белгородской области. Даже небольшие наступления на территорию Курской и Белгородской областей вынуждают россиян использовать резервы на второстепенных направлениях, переносят войну на территорию агрессора и создают панические настроения внутри самой России. Выводы строя российских НПЗ соответствуют стратагеме номер 19 «Вытаскивай хворост из очага». Следует постоянно ослаблять экономическую опору противника, избегая по возможности противостояния с его главными силами. ВСУ используют и стратагему номер 36 «Бегство – лучший прием». За счет уклонения от сражений с превосходящим противником в невыгодных условиях можно сохранять силы и выигрывать время. Отступая на выгодные позиции, менее сильная армия сохраняет свои ресурсы и заманивает противника на более удобную для себя местность. Чем использование такой стратегии может помочь Украине? Британский офицер, военный историк и теоретик Безл Лидлгард сформулировал 8 основных принципов для успешного использования стратегии непрямых действий. Шесть из них – позитивные, подсказывают, что нужно делать. Еще два – негативные, они говорят о том, чего полководцам следует всеми силами избегать. Разберемся, как они могут повлиять на будущий характер боевых действий ВСУ. Начнем с позитивных. Выбор цели согласно средствам. ВСУ будут избегать атак на подготовленные рубежи обороны россиян, пока не получат подходящие инструменты. Например, для прорыва линий обороны вроде линии Суровикина, украинцам пока не хватает инженерной техники, вроде машин разграждения и установок разминирования. Умения не отклоняться от цели даже в условиях меняющейся обстановки. ВСУ, вероятно, продолжат наносить удары по объектам нефтепереработки и железнодорожной инфраструктуре внутри России, а по возможности будут наращивать их темпы. Действия по направлению, откуда меньше всего ждут удара. Если предположить, что рейды на территорию Курской и Белгородской областей были лишь пробными камнями, то скоро проукраинские вооруженные формирования посетят еще какие-то из российских регионов. Действия по линии наименьшего сопротивления. Очередная попытка контрнаступления на юге либо востоке Украины, скорее всего, произойдет только при благоприятных условиях. А вот боевые действия на плохо прикрытых россиянами границах Брянской, Курской и Белгородской областей могут продолжаться и становиться все более интенсивными. Создание одновременной угрозы нескольким объектам. География ударов дронами и диверсий на территории России будет расширяться. Закрыть все небо огромной страны системами ПВО, надежно охранять от диверсий тысячекилометровые железные дороги и трубопроводы крайне сложно. Попытки прикрыть от атак с воздуха или диверсий хоть что-то будут отвлекать необходимые ресурсы с фронта. Гибкость плана. ВСУ будут пытаться заставить Россию уйти из Украины сразу по нескольким направлениям. Сухопутной войной в самой Украине, нанесением инфраструктурных потерь внутри России, дестабилизацией, обстановке в стране-агрессоре и так далее. Это нужно, чтобы неудача на одном из направлений не привела к поражению в целом. А теперь про негативные принципы. Для достижения деморализации и дезорганизации противника не стоит наносить удар всеми силами в момент, когда он к этому готов. Выбор подходящего места и времени для удара – очень сложная задача в условиях позиционного тупика. Предыдущую попытку контрнаступления Украина предприняла там, где предсказывали многие эксперты, и Россия долго к этому готовилась. Не стоит после непродолжительного перерыва возобновлять наступление на том же направлении, на котором оно обернулось неудачей. ВСУ, скорее всего, не будут повторять бесплодные попытки освободить один город. Каждый новый удар должен быть сюрпризом для российских войск, и в таком случае он сможет увенчаться успехом. В 2023-м ВСУ пытались освободить южные и восточные регионы страны с помощью традиционного контрнаступления. Но оно своей цели не достигло, а накопленные для него резервы были значительно израсходованы. Стратегия непрямых действий позволяет экономить ресурсы и при этом перехватывать инициативу. Хоть Украине все еще не хватает боеприпасов, ситуация на фронте выровнялась. Российская армия после больших потерь при штурме Авдеевки вынуждена распыляться на прикрытие границ Белгородской и Курской областей, а успешные удары по НПЗ внутри России подрывают моральный дух российского населения. Да, так вряд ли получится достичь быстрой победы. Движение в обход всегда длиннее, чем прямой путь. Но если для победы ударом в лоб не хватает сил, стратегия непрямых действий выглядит очень удачным средством, которое может помочь выстоять в войне на истощение против гораздо более сильного противника.